Сейчас мало кто знает, что село Рождественская Хава когда-то было райцентром, а люди начали селиться в этих местах и вовсе еще в бронзовом веке. В старинном селе побывали наши корреспонденты. Село Рождественская Хава расположено в Новоусманском районе в 35 километрах от Воронежа, в лесостепной зоне на берегу реки Хава. Было много населенных пунктов с таким названием. И вот по месту расположения по берегам реки у нас появилась Верхняя Хава, которая находилась чуть выше, Правая Хава, которая находилась на правом берегу, Успенская Хава, которая получила свое название тоже, под церкви, которая находилась в селу. Ну вот и наша стала называться Рождественской под церкви Рождества Христова, которая появилась в нашем селе. Рождественская хава образована в первой половине XVIII века выходцами из Орлова. Расположение села было довольно выгодным. Оно стояло на пути из Хапёрской крепости в крепость Усманскую и благодаря этому получило ускоренное развитие. Долгое время село было центром рождественской волости. Церковь Рождества Христова была возведена здесь в 1710 году. А в 1859 году в селе было 248 дворов и проживало более 2000 жителей. Почти столько же, как и сейчас. Демографическая ситуация за счет миграции у нас держится в последнее время на одинаковом уровне. Порядка 2900 человек. Плюс-минус несколько человек ежегодно. Мало кто уезжает, в основном молодежь, но много приезжих. И даже с других стран, таких как Армения, с Дагестана. В начале XX века в селе проживали почти 5000 человек. Это примерно 700 дворов. Были построены двеземские школы. Люди трудились на нескольких маслобойнях, владели столярным мастерством. Процветало в селе и сапожное дело. Рабочие места обеспечивали семь кирпичных заводов, восемь мелочных лавок, два трактира, пять мельниц крупорушек, оптовый винный склад, постоялый двор и ярмарка с оборотом до 30 тысяч рублей в год. В 1904-м была открыта ремесленная школа на четыре класса. В ней было два отделения – столярно-токарная и слесарно-кузнечная. Функционировала и библиотека. В 1914 году в школе посещали занятия 67 учеников. Кузнецкое ремесло там было, вот бандарное учили. А потом уже по истечении времени последнее, вот все, что было, оно уже стало училищем механизации. То есть у нас там готовили трактористов, машинистов. В здании училища, открытом еще в 1902 году, недавно произошел пожар, но один из корпусов уцелел. Это здание по-прежнему является гордостью не только села, но и всей области. При последнем российском императоре Николая II в селе проживало более 6 тысяч жителей. А это тоже достопримечательность, бывший райком. Символы былой эпохи – памятник регионального значения, поэтому реставрировать его никто не берется. В центре Рождественской хавы есть еще и памятник погибшим во время Великой Отечественной войны воинам. А в старом сельском клубе раньше располагался военный госпиталь. Когда шли бои за Воронеж, 1942-1943 год, наше село было уже прифронтовой зоной. И у нас на базе нашего села базировался 715-й авиаполк. Вот первыми, кто был похоронен в братской могиле в нашем селе, стали летчики 715-го авиаполка, которые вели бои на защите города Воронежа. После войны хозяйство было тяжело поднимать, как и по всей стране. Тогда все силы были брошены на выращивание пшеницы и свеклы. Через время здешний колхоз окреп и стал одним из передовых. Сейчас рабочие места в селе сократились. Местные жители работают в Воронеже. Прошлым летом здесь жаловались на отсутствие водопровода. На сегодняшний день мы имеем 45 километров сетей по водоснабжению села Рождецехава. То есть я правильно понимаю, у вас все село полностью обеспечено современным водоснабжением. Качество воды идеальное. Казалось бы, вода доступна теперь для каждого. Только сельчанам подвезти трубопровод к своему дому не по карману. Ну подвели воду, а не в состоянии ее подвезти. Трассу то есть сделали, а денег нет на подводку. В окрестностях Рождественской хавы находятся пять археологических объектов эпохи Бронзы. Богатое историческое прошлое привлекает сюда, хотя не часто туристов. Тем не менее, село развивается. Есть здесь школа, в которую ходят около 300 учеников, детский сад и даже новый дом культуры.